именно так это и выглядит выход из метро охотный ряд здесь всегда был грязный черный мрамор сейчас его и то ли его отбелили то ли новый положили короче отбеливание мрамора в москве мы с вами движемся в сторону великого великого заведения которое называется а впрочем не буду сейчас говорить сейчас вы все сами увидите за это продолжительное очень вменяемое очень полезное видео так отчет о том что я делал сегодня сегодня ел перловочку которую похвалил мой друг дэнни в германии так что фактически говоря теперь на ней стоит знак качества значит это у нас новый отель который что-то какой-то снесли и вот этот построили здесь вот всегда стояли замечательные марки porsche ferrari но а что сейчас стоит вы сами сейчас увидите в общем пока я ел перловочку я слушал про ричарда львиное сердце друзья мои а историк наталья басовская которая вместе с венедиктом там какие-то архивные записи на ютюбе я периодически слушаю чтобы просветиться ну так и вот как бы сказал владимир орлов в общем приоткрылись разные исторические сущности такие как например саладин элеонора аквитанская собственно говоря мама ричарда львиное сердце саладин с которым он вроде как бы имел дело весь этот крестовый поход брат короля ричарда иван безземельный и все такое прочее что тут скажешь вообще историкам можно посочувствовать потому что это принципе конечно наука абсолютно бесполезно потому что нет ну как полезно если ты доходишь до какие то есть если есть что-то сущностное как говорит вадим борис пастухов если есть что-то сущностное тогда да а так кто там знает что там происходило действительности я учитал скрынникова замечательную книгу про бориса годунова это вот борисовские пруды которые я проезжаю рядом с моей штаб-квартирой но он открытым текстом пишет что абсолютно неясно что там в реальности происходило потому что тогда тоже творилось это самое которое казалось раньше настолько с ошибательской реальная политика и не очень чертом разберешься на самом деле какие у кого мотивации да и с датами могли тоже запасу приврать там всякие радиоуглеродный анализ все такое кстати сказать вот здесь вот анатомическое мгу вот здесь расположен в этом красном здании так называемый морг вроде бы говорят потому что здесь буксерокс вот в нем кстати выдающийся ксерокопия а это оба еще отдельная история которая потом расскажу да ребят это вы великий выдающийся велика выдающийся ксерокопия без всякого смеха теперь она расположена здесь институте европы она располагалась здесь где-то за одной из этих железных дверей за железной дверью похоронный марш дьявол пожирает человечий фарш как сказала моя любимая группа король же металла русская имеют да не знаю расположен еще здесь или нет это один из редких а может быть и не таких редких примеров честного российского предпринимателя да исчезла вывеска у меня есть на ее номер телефона это его держит женщина чего-то мне не нравится такое впечатление что уже не держит что в нашем мире меняется к лучшему скажите мне покажите хоть один пункт вот здесь всегда а ведь вот конусы стоят вот здесь всегда паркуется элитная машина кадиллак либо элитный mercedes видимо это вот владелец вот этой вот вот это вот заведение время красоты по моему она так и было не знаю что за время красоты может быть маникюр педикюр за бешеные деньги я не знаю что но здесь всегда стоял теперь тоже не стоит хотя может сегодня просто воскресенье а я тут редко хожу традиционный английский папа так я и поверил хотя может быть идем дальше но это вот мрачная улица тут все видите все обратная сторона этого все это мвд вот это все целый квартал там с другой стороны тоже у них там еще весь квартал впереди улица большая никитская ну так вот что еще было стоял тупо смотрел на елку думал убирать не убирать решил пока не убирать потому что подхожу к ней и нюхаю потому что игрушки смотрю на них держу их в руках и как-то это знаешь каждый раз такое какое-то соображение абсолютно не странное что как-то что и не доживешь за следующего нового года хотя года меняются как на перемотке собственно по моему дело не хитро чудо-то январь декабрь и вообще не за горами вот он завтра но каждый раз думаешь что следующего нового года не будет и поэтому думаешь пусть елочка постоит еще правильно это дамы и господа улица большая никитская значит сверхъестественно расширенный тротуар но это одна из частей того бреда что происходит вот на хрена здесь такой тротуар машина поехать нельзя парковаться негде кому от этого хорошо непонятно здесь не такая многолюдная улица чтобы у такого тротуаре еще огромный жуть какая-то просто вот это здание было всю мою бедную академическую юность на зашторенное весами и вот его открыли дом фарфора в итоге фарфор по бешеным деньгам никто не заходит но согласно законам бизнеса раз он существует открыт значит тот кто-то туда все-таки ходит а кстати бог это приятно я туда зашел посмотрите спросить вообще у них реальный там у них бог или нет вот сейчас вот мы будем с моим другом пианистом ваней репетировать в репетитории селёшек нет мысли нет настроения нет так и живем вот да по поводу красной площади хорошие комментарии что сегодня без красной площади я думаю что без надо насильно себя отучать туда ходить сколько можно как не пойдешь все время приходишь на красную площадь это вообще ненормально ну а видали как все дерево вложили мама родная как раз все деньги которые ты за всю жизнь заработал еле хватит чтобы облицовать это кафе лучше дверь открыли вдруг что это какой-то забегал в копить открыли ли чё да ну вот в лесу лучше однозначно мало родная ё-моё так вот репетиторий туда а а это вуз которым я учился вузом это назвать нельзя это это высшее заведение просто на пусто просто колоссально высокая а я перехожу и мы сейчас встречаемся с вами я уже вижу что он стоит вузом